Так, обзор игры Геополиция 2, оказывается вышла вторая часть. Так, я честно говоря, она вот как запустилась, так и запустилась. Вот в окне написано Real The World Kit, настройки графики не предлагалось, вообще в окне запускается. Так, ну, сделано достаточно дерьмово, но не совсем говно, как обычно делают. То есть, ну, вторая часть, значит, первую доделали, получается, а первую бета-версию играл только. В заставку можно не смотреть, потому что ничего не понятно, а пропустить ее нельзя. В общем, кривые роджи какие-то. Так, так, о, смотрите, они спиздили даже, как в Mass Effect интерфейс вопросов, ответов. Перевода нет на русский, и на английский тем более. То есть, наоборот. То есть, интерактивные заставки, это уже, значит, не просто, да, а интерактивные. Мало в каких шутерах такое есть. Давай, это вообще интересно, шутер. Раз тут вопрос, надо отвечать. Ужат детектив. Так. Ну, графика, в принципе, уровня хейверейн. Только получше намного. Так, анимация ходьбы какая-то сраная, и положение камеры. То есть, ногами машет с другой скоростью, чем она ходит. Так. Сука. А, Камаржоба. А, Камаржоба. Да. Похоже, не шутер вообще. Так, и вот варианты ответа. Опять непонятно чего. Так, вот базар, да. А промотать нельзя. Причем в других Mass Effect это можно сделать, а тут они это не учли. Видимо, посчитали, что надо все слушать. Точнее, лень было пропуском делать. Так, давай. Ага. Да. Да, извините, что не в 3D. Мне лень было еще 3D настраивать. Тут, блядь, для... Такой не очень хорошей игры. Так, даже как выйти, непонятно. Ага. Вот вышли. Думаю, не совсем графика говно. Или даже дизайн. То есть, лучше даже, чем хейверейн. То есть, это вообще, вот оно ходит, да, и как будто плавает вообще. То есть, сраное положение камеры, как будто все это тоже бета-версии. Так, ходим. Не поленили, сделали, да, в квесте, да, город. Такой нормальный. Даже люди ходят. Не то, что сраный хейверейн, да. Где только в одном месте толпа одна. Да. Похоже, точно не шутер. Это очень-очень странно даже. То есть, видимо, и потом и геополиция 3 сделает, те гонки. 4, где стратегия там. И 5, как они войну этого, блядь, августа выигрывают. Ага. То есть, видимо, как глючит камера, дергается все. Ага. Тут даже меню, да, сделали специально. Все-все, да. Ни слова по-английски, все на этом. Так. То есть, даже фоновые звуки добавили, какие-то дрели. Какой кнопкой говорить? Вот. Ага. Да. То есть, не представляется возможным в игру играть. То есть, непонятно, что отвечать в квесте. Ага. То есть, уродливые модели, оружие, анимация. Ну, как хэверэйн, собственно. Чуть получше. И незамыленные еще все. Поскольку графика лучше, да, замыливать особого смысла нет. Они вот разгаривают, как будто инопланетяне. Реально какие-то. Ни слова непонятно. Кроме как гамаржопа. Ага. Да. Ну, что с этим, с этим хорошо, что нет еще. То есть, долбит вообще в пустой асфальт. Так, город достаточно большой, мы видим. Точнее, нет, поскольку мы уткнулись в невидимую стену. Так, что получается только один переволок. Очень маленький. Так, ну, в общем, говно, если честно, говно. Ну, первая часть еще ничего, потому что шутер, да, сделали. И более-менее нормальный. Ну, потому что, ну, бета-версия, да, была. Ну, даже врагов там в стрессе приятно было убивать. Ага. А тут вообще унылое дерьмо. Ничего не понятно. Ну, бесполезно пытаться проходить. В общем, что, что тут дальше обозревать, непонятно тоже. Графика, вот сами видите, какая, че ее обозревать. С этой можно побазарить. Так, ну, в общем, вообще, вот что тут выбирать, да, если на планетянском языке все. Ну, графика, ну, видите, нормально. Даже тени от себя отбрасывает. То есть, если бы еще там бета-тест, она прошла нормально. Можно было сделать нормальную игру, да, покруче какой-нибудь Сиберии, там. Или Ховерейн того же. Графика и так лучше, чем Ховерейн. Просто забаговано все. Да, еще реально, вот перевести на английский и реально там на PlayStation 3, блядь, продать, как эксклюзив. И там вообще бы, блядь, PlayStation 4 бы, блядь, сука, даже кто бы купил, наверное. Просто назвать игру Ховерейн 3, да, 2 и на PlayStation 4 продать эту лицензию, там только перевести и все. В принципе, разницы никакой, просто не доделана, что-то игра. Ведь из-за камеры там не укие проблемы. И все на допланетянском. Ну, играть, естественно, людям нормальным это нельзя, потому что просто ничего не понятно. И все, блядь, на допланетянском. То есть, интеллект дебильный этих, блядь, мобов, да. То есть, видите, в них сталкиваются, они даже ничего не говорят. Даже самые вшивые GTA, они там орут, иди-то куда там прешь, да. Тут, типа, как-то аккуратно обходят. То есть, никого не убить, ничего. Так. Ну, что тут еще обсуждать, если невозможно уже просто. Ну, квест обычный. То есть, решили эти квесты, шестконки делать, целую серию игр сделать, да. Такую. Ага. Полосы очень срано сделаны. То есть, это движок Unreal Engine, а там, в принципе, любой даун может что угодно сделать. В принципе, говно, наверное, все-таки бездарные люди делали. Потому что это Unreal Engine. Там, вот, любой может взять и захуячить, потому что целый инструментарий, там, с готовыми моделями, всеми инструментами, всеми... Там, прям, как в редакторе Photoshop это все рисуешь и все. То есть, любой, что такое может сделать за неделю, такую игру. Но, надо сказать, игра не совсем говно. Хотя, хуже игр на Unreal Engine я не видел. Хотя, вспомнить не могу, может, и видео. И, главное, весь прикол, что... То есть, позитив, да. Что игра, это чисто PC-эсклюзив, да. Чисто PC-эсклюзив. А, как известно, PC-игры сейчас вообще не выходят. Так что, даже такая игра может сказать, что игра года. То, что, какая еще может быть эксклюзив, да, лучше в этом году. На PC-то уже в прошлом году единственный эксклюзив был, блядь, Сегун 2. И то, это, по-моему, позапрошлом году было даже. Так что, получается, это лучшая PC-игра, да. На данный момент. И, скорее всего, в этом году. Ага. Да. Ну, в общем, так, ну, сами понимаете, там, покупать бесплатно на торрентах. То есть, платно на торрентах не стоит. В общем, такие дела там, в общем, это...